Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое июня. Житие преподобного Отца нашего, Агапита Печерского, безмездного врача. Когда преподобный отец наш Антоний Печерский был прославлен даром исцелений, пришел к нему в пещеру из Киева блаженный Агапит. Желая получить душевное исцеление через постережение выноческий чин, удостоившись желаемого, он всем сердцем последовал ангелоподобному житию преподобного Антония, руководясь его наставлениями. Агапит был очевидцем того, как этот великий муж сам служил болящим и исцелял их своей молитвою, причем, скрывая дарование данной молитве его, вручал недужным под видом лекарства травы от пищи своей. Видя это, блаженный Агапит начал соревновать святому старцу в подвигах и трудился так много лет. Когда расхварывался кто-либо из братьев, блаженный оставлял келью свою, в которой не было ничего, что можно было бы похитить, приходил к болящему брату и служил ему. Поднимал его, укладывал, выносил на своих руках и непрестанно молил Бога об исцелении недужного. Если же болезнь иногда и затягивалась, то через это Господь желал умножить веру и усилить молитву раба своего Агапита. Подражая подвигам преподобного Антония, блаженный Агапит сподобился быть участником и равной с ним благодати. Молитвой своей он исцелял всех болящих, также подавая им травы, которые варил в пищу себе, за что, собственно, и был прозван врачом. О нем распространилась молва в Киеве, и много болящих приходило к нему, отходя здоровыми. В то время жил в Киеве один врач происхождением и веруя армянин, настолько искусный в своем деле, что раньше не было равного ему. Достаточно было взглянуть на болящего смертным недугом, как он тотчас узнавал и объявлял день и час его кончины, и всегда безошибочно. Такого больного он уже ни за что не хотел лечить. Один из болящих такого рода, первый боярин у великого князя Севолода, которого армянин поверг в отчаяние, предсказал смерть через восемь дней, был принесен в Печорский монастырь. Наблаженный Агапит, сотворив молитву о нем, дал ему в пищу трав, которые вкушал сам, и исцелил его. И немедленно прошла о нем слава по всей земле русской, а армянину, извленный стрелой зависти, начал укорять блаженного, и послал в Печерский монастырь одного осужденного на смерть, который должен был принять перед Агапитом яд и умереть. Блаженный, видя этого человека умирающим, дал ему смолитву о нем той травы, которую вкушал сам, и этим избавил от смерти обреченного на смерть. С тех пор армянин особенно вооружился на блаженного и подговорил своих единоверцев подать самому Агапиту питье с примесью смертного яда. Блаженный же принял и остался невредим. Весь Бог Господь благочестиво от напасти избавляйте, по слову своему, если что и смертное выпить и не повредит. Потом разболелся в Чернигове князь Владимир Севолодович Мономах. Княж жил в Киеве с 1114 по 1125 год. Армянин, хотя и старательно врачевал его, но безуспешно. Так что недуг все более и более увеличивался, уже будучи при кончине. Князь просил тогдашнего игумена Печерского Яна прислать к нему в Чернигов для врачевания блаженного Агапита. Игумен призвал его и известил о просьбе князя. Но блаженный Агапит, которого никто еще не видел выходящим из ворот для врачевания вне монастыря, со смирением сказал, «Если я пойду для этого дела к князю, то и ко всем должен идти. Прошу тебя, отче, не побуждай меня выходить из монастырских ворот ради славы человеческой. Избегая которой обещался я перед Богом до последнего издыхания избегать. «Если позволишь, лучше я удалюсь в иную страну и потом опять возвращусь сюда, когда минит эта нужда». Посланный князь, убедившись, что не будет в состоянии призвать к своему господину самого блаженного Агапита, начал просить, чтобы он дал хотя трав для исцеления. По убеждениям игумена, блаженный дал посланному трав от пищи своей, их принесли к князю. Последний вкусил и немедленно выздоровел по молитвам блаженного. Тогда князь Владимир Мономах пришел сам в Печерский монастырь, желая видеть того, через кого Бог возвратил ему здравие. Он никогда не встречался ранее с блаженным, и теперь желал почтить его, щедро одарив. Но Агапит, не желая земной славы, скрылся. Тогда князь отдал игумену принесенное для угодника Божие золото. Спустя немного времени тот же Владимир снова послал одного из своих бояр со многими дарами к блаженному Агапиту. Послан нашел святого Агапита в келье и положил перед ним подарки князю. Блаженный сказал ему, чадо, никогда ни от кого и ничего не брал я за исцеление, потому что исцелял силой не своей, но христовую, не требую этого и ныне. Боярин отвечал, отче, пославший меня знает, что ты ничего не требуешь, но умоляю тебя, прими это, чтобы утешить сына твоего, которому через тебя Бог даровал здравие. Дарже отдай, если тебе угодно, нищим. Царец отвечал ему, если ты так говоришь, то приму с радостью. Скажи пославшему тебя, что и прочее, что у него есть, чужое, и ничего не возьмет он с собой, когда будет расставаться с жизнью. Поэтому пусть и остальное раздаст он нищим. Ибо сам Господь, который находится среди обездоленных, избавил его от смерти, и сам же по себе никакого успеха не имел бы. И прошу, чтобы он не ослушался этих наставлений моих, дабы не пострадал и пострадать более сильно. Такими словами блаженный Агапит взял принесенное золото и вышел с ним из кельи, как бы для того, чтобы спрятать его. Вынес и бросил, сам же бежал и скрылся. Спустя немного времени боярин вышел, увидел брошенные перед воротами дары, поднял и отдал игумену Иоанну. Возвратившись к князю, он рассказал ему все, что видел у блаженного и что слышал от него. И все уразумели, что это истинный раб Божий, ищущий награды от одного Бога, а не от людей. Князь же, не осмеливаясь ослушаться святого, начал раздавать нищим щедрую милостыню. После многих богоугодных трудов и подвигов спал в болезнь и сам безмездный врач, блаженный старец Агапит. Узнав об этом, вышепомянутый врач Армянин пришел посетить его и начал спорить с ним о врачебном искусстве, спрашивая, каким средством лечится недуг Агапита. Блаженный отвечал, тем, каким подает здравие сам Господь, врач души и тела. Армянин счел его в совершенно не знающем врачевании и сказал сопровождавшим его, он ничего не знает в нашем искусстве. Потом взял его за руку и сказал, говорю истину, на третий день он умрет. Если изменится слово мое, то я изменю жизнь мою и сам стану таким же монахом. Блаженный с горячности сказал, так вот способ твоего врачевания, больше говорить о смерти, чем о помощи. Если ты искусен, дай мне жизнь, если не можешь этого, зачем унижаешь меня и осуждаешь на смерть в третий день? Меня же известил Господь, что через три месяца отойду я к нему. Снова сказал ему Армянин, вот ты уже весь изменился, такие никогда не выживают дольше трех дней. Святой Агапит действительно был в крайнем изнеможении, так что без посторонней помощи не мог даже двинуться. Между тем к блаженному Агапиту, самому сильно болезщему, принесли для исцеления некоего больного из Киева. Блаженный с Божьей помощью немедленно встал, как бы и вовсе не болел, взял обычную свою траву, которую вкушал, и сказал, показал Армянину, говоря, вот трава, которую я врачую, смотри и разумей. Тот, посмотрев, сказал святому, это не из наших трав, но, думаю, из Александрии. Блаженно осуждая невежество его, дал болящему вкусить травы, помолился и немедленно сотворил его здоровым. Потом он сказал Армянину, «Сын мой, прошу тебя, вкуси этой травы со мной, если хочешь, чтобы ничем иным не могу угостить тебя». Отче, отвечал ему Армянин, «Мы в этом месяце постимся четыре дня, и теперь я держу пост». Услышав это, Блаженный спросил его, «Кто ты и какой веры?» Тот отвечал, «Разве ты не слышал обо мне, что я Армянин?» Тогда Блаженный сказал ему, «Как же ты осмелился войти сюда и осквернить мою келью, да еще держишь меня за грешную мою руку, выйти от меня и на верный и нечестивый». Пояснение. Армянин разделяет монофизистскую ересь, осужденной Четвертым Вселенским Собором в Халкидоне, 451 год, и отвергает все последовавшие за ним Вселенские Соборы. Сущность монофизистской ереси состоит в учении, что Господь Иисус Христос, рожденный из двух природ или естеств, пребывает не в двух, ибо человеческая природа в лице Бога так тесно соединилась с его божественной природой, что только мысленно может от нее отличаться. В Древней Руси вообще существовал взгляд на армян как злых еретиков. Так митрополит Киприян, 1386-1406 годы, в своих канонических ответах писал игумену Афанасию, «Армянская же ересь гнуснейше паче всех ересей, всего ради не достоит православному христианину, то есть христианину, не едино же общение иметь и с ними». И вот посрамленный тот удалился. После того облаженный Агапит прожил, как предрек ранее, три месяца и немного поболев, отошел ко Господу. Будучи на земле врачом безмездным, он принял великую награду уже на небе, где нет болезни. Братья приготовили к погребению честное тело его и с обычным пением положили в пещере преподобного Антония. Преподобный Агапит скончался не позднее 1095 года. По кончине святого пришел армянин в Печерский монастырь и сказал игумену, «Отныне я оставляю армянскую ересь и истинно веру и в Господа Иисуса Христа, для которого желает трудиться в святом иноческом чине. Блаженный Агапит явился мне и сказал, «Ты обещался принять иноческий образ, если солжешь, то погубишь и жизнь, и душу. Я верую, что явившийся мне свят, и если бы хотел он дольше жить здесь, то это даровал бы ему Бог. Я полагал, что он не проживет трех дней, а Бог прибавил ему три месяца, а если бы он желал, то жил бы и три года. Но я думаю, что сам он, как святой, захотел оставить нас, стремясь к царству святых, и если представил его Бог из временной жизни всей обители, зато даровал ему жизнь вечную в обителях небесных. Поэтому желаю скорее исполнить повеление святого мужа». Игумен, выслушав армянина, постриг его выноческий образ и долго наставлял врача телес, чтобы он, последуя блаженному Агапиту, был искусен во врачевании своей души. Армянин подвязался богоугодно, и, проведя остальную жизнь в том же Печорском монастыре, здесь же принял блаженную кончину, придав душу свою в руки врача душ и телес Господа нашего Иисуса Христа, славимого с безначальным Отцом и с пресвятым, благим и животворящим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok